В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске». В студии Максим Упиров. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. С чего начинается родина? В Выборге и районе отпраздновали День России. Дорогу на Дятлова разбивают большегрузы. Проблему пытаются решить жители и контролирующие органы. Здесь комфортно жить и воспитывать детей. В Советском отметили День поселка. В Выборгском районе продолжают продвигать спорт в массы. В полянах открыли новое футбольное поле. День России. Один из основных государственных праздников Российской Федерации отметили 12 июня. В городах и поселках Выборгского района проходили концерты, патриотические акции и спортивные состязания. Как праздновали в Выборге, расскажет Вероника Когут. Праздник большого народа и каждого гражданина в отдельности. Вместе со всей страной Выборг отметил День России. Основные торжества организовали на Смоленом мысе. Горожанам и гостям волонтеры раздавали ленточки в цветах российского флага, воздушные шары и листовки с афишей семейных праздников. Ведь 2024 объявлен в России годом семьи. Под звуки государственного гимна в небо взмыл российский триколор. И вместе с представителями власти флаг поднимала семья Ивановых. Алексей и Лиана воспитывают девять детей. Наша семья – это место нашего становления как личностей. И что неотъемлемо с этим связано, это место нашего покоя, место нашего прибежища. Это там, где мы можем найти любовь, уважение, поддержку. «Мы гордимся нашей Родиной», – отметил в своем приветствии представитель областного правительства Илья Нюнин. Он передал жителям Выборгского района поздравления от губернатора Александра Дрозденко. «Сейчас мы все мыслями на специальной военной операции. Каждый из нас трудится во имя Великой Победы. Наши герои-защитники отстаивают правду и справедливость – главные истинные ценности нашей Родины. Желаю всем скорейшего мира, который обязательно наступит после нашей победы». Глава Выборгского района Дмитрий Никулин отметил, что для каждого человека Россия начинается с его малой Родины. И Выборг был и остается на карте местом, где строилась российская и советская государственность. «Мы все вместе создаем славную летопись нынешнего Выборга и Выборгского района. Экономически крепкого, привлекательного и перспективного, где можно не только работать, но и отдыхать. «Мы, россияне, единый, сильный и могучий многонациональный народ. Гордость за наш народ, вера в него и стремление сделать Россию процветающей страной – вот то, что объединяет всех нас. И в этот день мы, как всегда, в одном строю с нашими земляками, Выборжанами и всеми воинами российской армии, проявляющими мужество и героизм в ходе специальной военной операции». Традиционная церемония вручения первых паспортов. На сцене в День России документы получили 19 юношей и девушек, проявивших себя в учебе, общественной работе, спорте и творчестве. Патриотическое воспитание молодежи сегодня – важнейшее направление государственной политики. «Школьное патриотическое детское объединение класс 47 при Кураторстве Совета депутатов Муниципального объединения Выборгский район-город Выборг продолжает работу в направлении патриотического воспитания. Сегодня у детей была возможность помочь организовать праздник, концерт праздничный. Далее, например, мы едем к ветеранам Великой Отечественной войны на чаепитие, нас пригласили. Конечно, когда дети видят ежедневную тяжелую работу взрослых в улучшении нашей жизни, имеют возможность пообщаться с героями, которые защищают нашу родину, патриотизм для них не пустое слово». Тема семьи в День России проходила красной нитью через все мероприятия. На набережной работали всевозможные выставки, творческие площадки и мастер-классы, в которых участвовали все от мала до велика. На сцене тем временем чествовали молодоженов, золотых юбиляров, творческие семьи Выборгского района. «Мы – дружная семья, которая существует уже 15 лет. В этом в августе будет 15 лет. Всех поздравляем, желаем счастья, чтобы все жили дружно, любили друг друга. Детей сильнее не будет». «Традиции, ну, конечно же, все семейные праздники встречать вместе. Это, наверное, самое главное. Быть за общим столом, всем вместе и друг на друга держаться крепко-крепко». В течение дня продолжался концерт творческих коллективов, а главным подарком для многих пришедших стало время, проведенное с детьми и семьями. Вероника Когут, Владимир Кочетков, Медиагруппа «Наш город». В Советском вместе с Днем России отметили 80-летие со дня освобождения поселка от фашистских захватчиков и 75-летие со дня присвоения ему современного названия. Праздник собрал на центральной площади Советского многочисленных жителей и гостей, среди которых была и наша съемочная группа. Памятник Герою Советского Союза Михаилу Советскому, в честь которого назван поселок, установлен на центральной площади. 22 июня 1944 года он погиб неподалеку после выполнения боевого задания. В годы войны летчик советский бомбил вражеские военно-морские базы, железнодорожные узлы и аэродромы. О его подвиге жителям поселка рассказывают с юных лет. Многие из них вырастают настоящими патриотами своей малой и большой родины. Слова российского гимна большинство знает наизусть. На торжественном открытии праздничных мероприятий зрители с удовольствием подпевали артистам местных творческих коллективов. Жители Советского и сегодня героически проявляют себя на полях сражений, продолжая славные традиции предков. Я хотел бы выразить отдельные слова благодарности для наших бойцов, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, являются образцом мужества и героизма. Уважаемые жители, я хочу пожелать вам здоровья, бодрости, духа, а советскому городскому поселению развития и процветания. Со знаменательными датами жителей поздравили руководители поселения Андрей Некрасов и Владислав Пак, депутаты ЗАГСа Павел Коржавых и Светлана Рыжова. Благодарственные письма от областного парламента вручили наиболее отличившимся землякам. Церемония награждения продолжилась честованием семьи, прославляющих и укрепляющих советское поселение, в их числе семья настоятеля местного храма Иерея Павла Штанько. Большая благодарность это моей супруге, потому что она у меня родила шестерых детей, и я дома ничего не делаю, но горжусь всегда, что у меня есть шестерых детей. Это мой авторитет, это мои медали, это мои все награды, вся моя благодарность, которая есть. Я всем желаю рожать. Год сразу сейчас помогает, очень хорошо, наготетным, и старается все, чтобы мы наполнили, мы, русские землю, чтобы Россия всегда славилась и людьми, и всем, что у нее есть. По заслугам получила и семья Щепонниковых, в ней пятеро детей. Столько девчонок в семье, это всегда хорошо, и сын есть. Дети – это счастье. Не знаю, мне хорошо, когда их много. Россия должна возрождаться, и русских должно быть много. На улицах Советского можно встретить множество семей, в которых недавно произошло пополнение. Жители говорят, что в поселке комфортно и безопасно жить и воспитывать детей. Построили храм, всегда чисто в поселке. Мне нравится тут жить. Залив рядом, красиво. Даже некоторые приезжие приезжают сюда на природу. А для того, чтобы жизнь стала еще более комфортной, этим летом продолжится благоустройство территории Советского. Кроме того, дороги на въезде в поселок, наконец, удалось принять в муниципальную собственность. Идет работа над тем, чтобы передать ее в правительство Ленинградской области, для того, чтобы восстановить эту дорогу. Это, считаю, очень важное событие, потому что столько лет стояло все мертвым грузом, никто не мог сдвинуть эту проблему, и наконец-то она сейчас решается. Праздничные мероприятия в Советском продолжались до позднего вечера. Выступали творческие коллективы, состоялись показательные выступления самбистов, работали аттракционы и выездная торговля. Было тепло и душевно, как в большом семейном кругу. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Сотрудники спасательной службы провели обследование подводной части обрушившегося участка набережной бухты Салака-Лахти. По заказу администрации Выборгского района специалисты выполнили промеры глубин и изучили рельеф дна с помощью подводного дрона. Обследование организовано в целях дальнейшего определения объемов аварийно-восстановительных работ и технологий их проведения. Напомним, обрушение части набережной, скрытой под водой, произошло 8 июня. Место огорожено, свободный доступ горожан и туристов ограничен. Разработка проекта комплексной реставрации набережной предварительно оценена в 150 миллионов рублей. Принято решение выполнять проектно-изыскательские мероприятия поэтапно. Начнут с противоаварийных мер. Дорогой на Дятлово занялись контролирующие органы. Напомним, жители поселков Черничное, Токарево и Дятлово страдали от большегрузов, проезжающих через эти населенные пункты на огромной скорости. Помимо опасности возникновения дорожных происшествий, людей беспокоило состояние асфальта, который разрушается под колесами тяжелых грузовиков. Как дорога выглядит сейчас, выясняла Татьяна Анкудович. Жители поселков, расположенных вдоль автодороги, соединяющие Приморское шоссе с Дятлово, добились внимания дорожников и других ответственных служб. Этой весной вместе со снегом на дороге начал таять и асфальт. А несущиеся со скоростью света грузовики разрушили его еще больше. Жители Токарево писали и звонили во все инстанции. И вот меры приняты. Посредством ямочного ремонта залатали примерно тысячу квадратных метров. Ликвидировали так называемое пучинообразование. Проблемное место заделали асфальтобетоном при помощи асфальтоукладчика. Вроде бы порядок навели. Но дорожники сами признают – это ненадолго. Грузовики снова сделают свое дело. Поэтому на период с 3 июня по 31 декабря этого года действует временное ограничение движения тяжелых автомобилей весом более 3,5 тонн. Самосвалы ходили со скоростью, грубо говоря, груженные и на очень большой скорости. Ну, я не могу вам сказать, что точно там 100 км в час, но очень ходили. Люди боялись, очень переживали за свои детей, то, что у нас дети, поселок как бы. А сейчас очень, ну, поменялось. Большая часть самосвалов пропала. Их раньше насчитывали в день. Здесь порядка 50 единиц. То есть они там с промежутком 3-5 минут и шли, и шли с таким перегрузом, и шли на такой скорости, что просто люди в шоке были. Сейчас это, ну, как бы прекратилось по большей части, но все равно идут и фуры, и самосвалы. Есть, есть такое дело. Конечно, предписания выполняют не все. И грузовики, хоть и в меньшей степени, но все-таки продолжают ездить через населенные пункты, игнорируя установленные знаки. Кроме того, знаки эти периодически странным образом пропадают. Мы столкнулись с тем, что знаки запрета постоянно пропадают. То есть их демонтируют неустанованные лица, а мы, собственно, их возвращаем. При этом мы инвестили уже в том числе и Росстанснадзор, потому что в полномочия Росстанснадзора входит сейчас контроль движения большегрузов. И также призываем в том числе и жителей обращаться в Росстанснадзор, потому что все вместе мы сможем эту тенденцию, когда большегрузы используют дороги через населенные пункты, переломить. Сотрудники ГИБДД, которые регулярно проводят профилактические мероприятия, признают, что проблема чрезмерной нагрузки на дороги, конечно, есть. И стоит она не только перед жителями этого направления. Работа с нарушителями ведется на постоянной основе. Основные жалобы поступают от жителей поселков Первомайское, Ленинское, Рощино, а также в направлении поселка Советский. Так, по итогам пяти месяцев 2024 года сотрудниками ГОВСА от инспекции Выборгского района Ленинградской области выявлено 807 нарушений, совершенных водителями большегрузного транспорта. Работа в данном направлении продолжается на постоянной основе. Стоит отметить, что капитальный ремонт дороги в ближайшие два года Ленавтодор не планирует. То есть поддерживать ее в маломальски приемлемом состоянии можно только с помощью ямочного ремонта и ограничения движения грузовиков. А поскольку на осознательность грузоперевозчиков рассчитывать не приходится, остается только не ослаблять контроль. В Ленобласти начали принимать заявки на конкурс грантов губернатора. Общая сумма поддержки социальных инициатив некоммерческих организаций составит 75,5 миллионов рублей. Предлагается 10 направлений. В их числе гуманизм и милосердие, пропаганда здорового образа жизни, крепкая семья, развитие туристического потенциала региона, служение Отечеству и другие. Проект можно представить до 11 июля. Комитет общественных коммуникаций подведет итоги конкурса до 5 августа. Транснефть Порт Приморск на страже чистоты. На днях компания организовала масштабную экологическую акцию. Сотрудники, разбившись на группы, украсили живыми цветами центр Приморска, привели в порядок лесной массив вокруг предприятия и, конечно, создали уют на своей территории. Подробности в следующем сюжете. Яркий десант сотрудников компании Транснефть Порт Приморск создавал красоту в центре города. В рамках экологической акции, проведенной совместно с администрацией поселения, в Парке Победы появился благоухающий цветник. Большинство работников предприятия живут в этом городе, поэтому и трудились искренне и с душой. Основная часть нашего коллектива – это жители Приморского городского поселения, поэтому общество считает своим долгом поддерживать Приморское городское поселение. И одним из ярких примеров нашей поддержки – это сегодня акция, совместная с администрацией города. Это коллектив приехал высадить цветы, облагородить территорию. Надеемся, что такой сюрприз для жителей, которые вернутся с работы, пройдутся по аллее к своим домам, будет приятной неожиданностью. Теперь глаз прохожих радует яркий триколор из петунии. Кстати, пышные ели, растущие по периметру Парка Победы, тоже заслуга «Транснефть» Порт Приморск. А в канун Дня Победы волонтеры предприятия привели в порядок этот мемориал. Также обновили панно с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники «Транснефти» активно принимают участие во всяких мероприятиях подобных. Это и благоустройство, и субботники, месячники, которые проходят по благоустройству, активно отзываются на нашу помощь, оказать содействие в чем-либо, связанное с благоустройством на благо нашего города и в целом поселения. Заботится «Транснефть» Порт Приморск и о чистоте территорий. Сотрудники предприятия очистили лесной массив, избавив его от природного и другого мусора. Объем получился внушительный. В масштабном субботнике задействовали даже тяжелую технику. С помощью трактора и грузовика с территории вывезли особо крупный мусор. Впрочем, субботник – это не только уборка. Вот ловко орудуя валиками, сотрудники службы управления собственностью предприятия освежают внешний вид рабочей инфраструктуры. Мы на регулярной основе проводим мониторинг и патрулирование этих лесных участков, выявляем признаки и факты загрязнения, захламления. Если есть какие-то остатки мусора или, возможно, ветки какие-то сухие, мы стараемся убирать организованно, вывозить это все. Сегодня на территории порта мы ведем работу по покраске поребриков, подметаем территорию, облагораживаем, чтобы нам самим было приятно находиться здесь и чувствовать себя причастным к этой красивой территории. Подобные масштабные экологические акции порт проводит регулярно. Здесь не просто следят за чистотой, но и предупреждают риски в пожароопасный период. Ну а красивая, ухоженная территория – это результат ответственного и уважительного отношения к людям и к природе. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Поляны за здоровый образ жизни. В День России там состоялось торжественное открытие нового футбольного стадиона. Теперь местные спортсмены смогут тренироваться на качественном покрытии. Тему продолжит Полина Сорокина. Новое футбольное поле в Полянах – давняя мечта местной власти и самих жителей. Место для занятий футболом было, но со временем пришло в негодность. А теперь, благодаря усилиям руководителей полянского поселения и депутатов, здесь появилось современное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками, ограждениями, а также трибунами для зрителей. На торжественной церемонии открытия побывали руководители местной власти, депутаты, представители подрядчика и ветераны. Наконец, красная ленточка перерезана, и спортсмены испытывают новое поле, что называется «в деле». Мы то же самое сделали в проекте, рассчитали смету, внесли в бюджет, ну и провели торги. Вот подрядчик, который выиграл, он осуществил нашу мечту. Вот такое прекрасное поле построено, детишки занимаются. Перед гостями выступил глава муниципального образования Василий Козлов. Он отметил, что администрация поселения и совет депутатов работают совместно над тем, чтобы жители могли заниматься спортом и вели здоровый образ жизни. А благодаря современной площадке здесь может вырасти новое поколение и не только футболистов. Вот сегодня видите и регби, сюда подтянулись, увидели, что полянское поселение построили такое шикарное футбольное поле. И мы дальше будем вести такую работу, чтобы наши люди занимались спортом. Спортивные, здоровые люди нужны нашей великой России. Сразу после торжественной части на поле прошел праздничный турнир, в котором приняли участие пять команд. Футболисты оценили площадку по достоинству. Спортсмены Виктора Хорошуна, этот стадион значит многое. Именно здесь он начинал свои тренировки еще 20 лет назад. И мне, конечно, очень приятно, что сейчас поле у нас модернизировали, положили новый газон. И подрастающее поколение может продолжать наши традиции, тренироваться. Сейчас мы здесь делаем команду, сейчас дети есть, тренируются. Но это очень большой плюс, потому что это поле уже было в таком состоянии, чтобы на нем было опасно тренироваться. А сейчас это очень классно. Погода хорошая, классно, что открылся такой стадион. Это, я думаю, для всех очень хорошая новость. Как говорится, красиво для тех, кто понимает и любит футбол. Вот просто посмотрите. Помимо турнира, для жителей и гостей поселения выступили коллективы художественной самодеятельности Полянского центра культуры и досуга. Также руководители местной администрации почтили память погибших героев, возложив цветы к воинскому мемориалу. Полина Сорокина, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Общегородской пробежкой и массовой зарядкой отметили День России спортивные семьи нашего города. Участники преодолевали дистанции в 2,5 километров в зависимости от уровня подготовки. Подробности далее. Спорт – дело семейное. Не побоялись грозных тучей и вышли на общегородскую пробежку несколько десятков человек. Спортивное мероприятие прошло в рамках празднования Дня России. Собрались любители спорта, любители физической культуры, которые готовы потратить свои утренние часы на пробежку, на занятия спортом. У нас сегодня будет доступно две дистанции – 5 километров и 2 километра. Ожидаем большого количества участников, кучи позитива и бодрого духа и настроения. На набережной бухты Салакалахти собрались любители здорового образа жизни не только из Выборга. Поддержали единомышленников-каменогорцы. Идея замечательная, что в честь праздника очень хорошо. Вот я приехал, детей привез, может кто-то еще с нашей команды приедет. Лева побежит на маленькую дистанцию, Даня вместе со взрослыми на большую. Все готовы, заряжены. Выложимся по полной. Участники утренней пробежки личным примером показывали своим детям, воспитанникам и окружающим, как можно начинать свой день. Начало дня идеальное. Забег классный. Все классные бегут быстро. Сегодня очень 5 километров. С огромным темпом 6.00. Вот догоняем их. Особенно вот ребята впереди. Я смотрю, подростки и детишки вообще молодцы. Ребята впереди притопили вообще. Видимо, очень хочется завтракать. Взрослые и дети финишировали на Смоленом мысе, где прошла массовая зарядка «Россия – здоровая нация». Вероника Когут, Владимир Кочетков, медиагруппа «Наш город». На этом все. Напоминаю, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok